Премьер-министр Путин призвал европейских партнеров выработать взвешенную энергетическую политику. Я не знаю, почему-то немецкой общественности не нравится атомная энергетика. Я не хочу давать никаких комментариев. Но я вообще не понимаю, что вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете дровами топить? Ну, дрова тоже в Сибирь надо ехать. Такой вопрос, как, например, Пусси Райт, обсуждается в Германии. Нужно ли было двух молодых девушек на два года отправлять в лагерь за то, что они сделали в церкви? И могло ли такое произойти в Германии? Я не знаю. Такие обсуждения не направлены против России. Наша дружба не улучшится от того, что мы будем все замалчивать. Я вам не открою секрета, если скажу, что и ваш президент тоже не молчит, когда ему что-то не нравится. И он всегда открыто об этом заявляет. Мы слышим наших партнеров, но они-то слышат то, что происходит там, будучи далеко. Вот госпожа федеральная канцеля упомянула о девушах, которые в тюрьме находятся, в выступлениях в церкви. А знает ли она, что до этого одна из них повесила чучело еврея и сказала, что от таких людей нужно избавить Москву? Мы не можем с вами поддерживать людей, которые занимают антисемитские позиции. Я просил бы вас тоже иметь это в виду. Это публичная акция была в Москве, в одном из крупнейших торговых центров. Дмитрий Жириновский, рассуждая о проблемах страны, вспомнил свою родословную. Я внук фабриканта, а у нас сегодня дети Шариковых, дети рабочих христиан, которые забыли, что такое собственность. Забыли, что такой собственный труд, чтобы за него биться. Владимир Владимирович сказал, что нужно обращать внимание на элиту, с ней работать. А от рабочих и крестьян, вы сказали, я записал дословно, появляются только дети Шариковых. Я сам из рабочей семьи, Владимир Владимирович. Я с вами абсолютно не согласен. Значит, нет-нет, я записал дословно. Может быть, да, ну я записал. Значит, у нас талантливый народ. Нам нужно бороться с бедностью и решать проблемы образования. И не люди виноваты в том, что часть населения у нас деградирует с бедностью, в которой мы ее загнали за предыдущие 15 лет. Это наша с вами вина. Даже если мы, вот я лично 15 лет назад не был в таких высоких и важных кабинетах, не работал. Мы сегодня здесь. И это наша вина и наша ответственность. Бороться с бедностью, решать проблемы здравоохранения и образования. Что касается всей информации, которая представлена на сайте известном, Викиликс. А вы что, сами считаете, что это американская дипломатическая служба, это кристально чистый источник информации? Вы так думаете? Первое. Второе, по поводу демократии. Ну, если демократия тогда полная, зачем же господина Ассенжа в тюрьму прятали? Это что, демократия? Так что, у нас, знаете, в деревне так говорят, чья бы корова мычала, а ваша бы молчала. Вот я хочу нашим американским коллегам послать ответную шайбу. Эстонское телевидение. Вопрос к господину Путину. Какие территориальные требования у Эстонии есть? Как я знаю, их нет. Так что, о чем вы говорите? И другой вопрос. Сейчас скажу, сейчас, секундочку. И другой вопрос. Почему у вас так тяжело сказать, извините за оккупацией? Потому что, если бы вы сказали, мы могли бы очень легко вместе жить. Спасибо вам большое за ваш вопрос. Он очень кстати. Что касается... Начну с последнего. Вы так хорошо говорите по-русски, что уверен и читаете не хуже. Возьмите, пожалуйста, постановление Съезда народных депутатов 1989 года, где черным по белому написано. Съезд народных депутатов осуждает пакт Молотова-Риббентропа и считает его юридически несостоятельным. Он не отражал мнение советского народа, а является личным делом Сталина и Гитлера. Что еще можно сказать более точно и ясно по этому вопросу? Или вы хотите, чтобы мы делали это каждый год? Что еще нужно сказать, как вы считаете? Мы считаем, что этот вопрос закрыт. Все. Возвращаться к этому больше не будем. Сказали один раз – достаточно. Теперь по поводу оккупации. Я полагаю, что в 1918 году в результате Брестского мира состоялся сговор между Германией и Россией. И Россия передала часть своих территорий под контроль Германии фактически. С этого началась эстонская сегодняшняя государственность. А в 1939 году состоялся другой сговор между Россией и Германией. И Германия возвратила назад Россия эти территории. В 1939 году они вошли в состав Советского Союза. Хорошо это было или плохо? Сейчас не будем говорить об этом. Это история. Я думаю, что это был опять сговор, разменные монеты, в котором были малые государства и малые народы. К сожалению, таки вы были реалии той жизни. Так же, как и реалии колониального прошлого европейских стран. Так же, как и использование рабского труда в Соединенных Штатах. Ну что же мы теперь каждый день будем позволять мертвым хватать нас за рукава и мешать идти вперед? Значит, если в 1939 году прибалтийские страны вошли в состав Советского Союза, то в 1941 Советский Союз не мог их оккупировать, потому что они были его частью. Я хоть и не очень хорошо, может быть, учился в университете, потому что пиво много пил в свободное время, но всё-таки кое-что помню ещё с этого. Понимаете? Кое-что ещё у меня в голове осталось. У нас были хорошие преподаватели. Значит, вот это по этому вопросу. Второй вопрос, связанный с урегулированием пограничных ситуаций с Эстонией. У нас нет проблем с Эстонией, слава Богу. Я ещё работая в Ленинграде и Петербурге, вёл переговоры от имени российского правительства, принимал участие в этих переговорах с эстонской стороной. Тогда были вопросы подобного характера, и вы, наверное, о них помните. К чести эстонских партнёров надо сказать, что они заняли прагматическую позицию в своих национальных интересах. Мы сейчас вышли с ними на подписание этих документов. Мы готовы это сделать, несмотря на то, что ваше руководство приняло ошибочное, на мой взгляд, решение не приехать 9 мая в Москву. Думаю, что это была ошибка, но это дело эстонской стороны. Мы не будем даже по этому основанию портить отношения и нагнетать ситуацию. Я дал указание Министерству национальных дел подписать с Эстонией этот договор. Что касается других вопросов территориального характера, то такие вопросы есть с Латвией, которая, по сути, поставила вопрос о передаче импоталовского района Псковской области со ссылкой на договор 1920 года. Латвия готова, как они заявили нам, подписать с нами договор о границе, но в текст этого договора о границе хотят включить оговорку и ссылку на договор 1920 года, по которому Паталовский район относится к территории Латвии. Вы знаете, в результате распада Советского Союза Российская Федерация потеряла десятки тысяч своих исконных территорий. И что Вы предлагаете сейчас? Начать всё делить сначала? Вернуть нам Крым, часть территорий других республик, бывшего Советского Союза, и так далее. Давайте Клайпеду вернём нам тогда. Давайте сейчас начнём всё делить в Европе. Вы этого хотите? Ведь нет, наверное. Мы призываем латышских политиков прекратить заниматься политической демагогией, а перейти к конструктивной работе. Вы подписали этот договор? Да. Валерий Павлович подписал? Подписал. М? Что я не вижу? У вас есть подписи? Подпишите. Идите ко мне. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Сибирёва Дарья, я Белгородский городской союз студентов. Мой вопрос может показаться несерьёзным, но я считаю, что он очень важен. Он касается закона о полиции и о переименовании полиции, уже существующих структур, типа ГИБДД, ГАИ. Я честно скажу, я не поднимала этот закон, но мои ребята мне сказали, что вычитали там некоторые аббревиатуры из новых должностей. Я вам зачитаю, я не буду сознательно ругаться, я просто зачитаю аббревиатуры. Зачитаете аббревиатуры новых подразделений, названия новых подразделений. Подразделения старые, названия новые. Названия, хорошо. Пупс. Пиздюн. Как? Пиздюн. Полицейский инспектор защиты детства и юношества. Простите, правда, сочиняла не я. Полицейский инспектор дорожного регулирования, ПИДР. И государственная единая инспекция. ГЕИ. Государственная единая инспекция ГЕИ. Я, конечно, надеюсь, что это не так, но ходят в социальных сетях, правда, такой миф. Вот хочется верить, что это миф, и если это так, может быть, имеет смысл подумать и пока не поздно что-то другое придумать. Вы простите, если мой вопрос не корректен. Я первый раз слышу такую аббревиатуру. В принципе, эти слова известны. Потому что так называются подразделения правоохранительные ведомства. Это, конечно, необычно. Но... Алексей Виндиктов, в продолжение вопроса моего коллеги Владимир Владимирович. Вот многие из нас уже с вами 13 лет ездят по разным странам. И, пожалуй, мы сегодня обсуждали, что такого уровня конфронтационности, медийной, информационной конфронтационности ни один ваш визит за 13 лет не испытывал. В Германии, в Ганновере, мы видели демонстрации, видели раздетых девушек из фемина. Здесь мы видим демонстрации сексуальных меньшинств. Повезло вам. Мне нравятся красивые девушки. Грубость не нравится. А так все хорошо. Так вот, Владимир Владимирович, здесь, соответственно, сексуальные меньшинства, здесь и сирийская... Очень много конфронтаций. Вот с вашей точки зрения, почему ваш вот этот последний визит в Германию, соответственно, и Нидерланды проходят на таком конфронтационном уровне? Нас перестали понимать. Это чья-то злая воля. Я уже сказал, практически я все ответил, но попробую в чем-то конкретизировать свой ответ на первый вопрос вашего голландского коллеги. Я думаю, что нам лучше нужно друг друга понимать. И с вашей помощью, и с помощью ваших коллег лучше друг друга информировать. Вот мы говорим о проблемах неправительственных организаций. Ведь все ставят вопрос, что вы закрываете, разгоняете, кого-то хватает. Никого не хватает, никто никого не разгоняет. Мы хотим, чтобы наше общество имело право знать, в какие финансовые средства поступают на счета наших неправительственных организаций и куда они расходуются. Особенно, если эти организации занимаются внутриполитической деятельностью. Значит, что касается сексуальных меньшинств, то в принципе, я свою позицию определил. Но хочу еще раз сказать, все-таки вы, как человек, живущий в Москве, хотя Москва – это еще далеко не вся Россия, но все-таки это столица нашей страны. И там есть определенное настроение. Я с трудом себе представляю, чтобы какой-то суд в Москве позволил бы функционировать организации, которая пропагандирует педофилию. В Голландии это возможно. Есть такая организация. Я с трудом себе представляю, чтобы у нас сейчас заработала партия, которая представлена в парламенте, которая против того, чтобы женщины были в политике. Но здесь есть такая партия. И вот надо просто лучше слышать друг друга, лучше уважать друг друга. Понимаете? Ведь я… Вот представьте себе, что если бы у нас такая организация появилась, которая пропагандирует педофилию, ну, слушайте, я думаю, что в некоторых регионах Российской Федерации люди бы из оружия взяли, у нас станет цель. То же касается и… то же касается и… сексуальных меньшинств. Я с трудом себе представляю, чтобы в Чечне вот это разрешили. Однополые браки. Ну, вы можете себе это представить? Ну, понимаете, это просто до жерсти бы дошло. Ведь нам надо понимать, в каком обществе мы живем. И понимая это, соответствующим образом выстраивать наши отношения. Что касается девушек, ну, да, они… Знаете, я с утра поведать не успел. Не успел позавтракать утром. Если бы они мне, как говорят, колбасу показали или сало, это бы меня порадовало. А те прелести, которые они демонстрируют, не очень. Как это позвучит там по-украински? Ну, вот, с трудом боюсь ошибиться, чтобы не обидеть никого. Ну, в общем, слава богу, что гомосексуалисты здесь не разделись. С чем связана эта проблема, которая раздувается сейчас со стороны наших британских партнеров? Ну, произошла трагедия. Погиб Литвиненко в Лондоне. Они предъявляют претензии к одному из наших граждан, к улголовному. Хотят, чтобы мы его экстрадировали туда. Но у них в Лондоне прячутся 30 человек, которые разыскиваются нашими правоохранительными органами за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Они даже не чихнули и не подумали их выдавать. У них такие же проблемы в меньшем масштабе, но и были и с Великобритании, и с США, как ни странно. Были с Францией, с другими странами. Они никуда не выдают. Люди, которые прячутся на их территории. В том числе и людей, которые подозреваются, обвиняются в террористической деятельности. А к другим странам, к нам в том числе, они предъявляют какие-то повышенные претензии. В том числе дают оскорбительный, на мой взгляд, для нашей страны, для нашего народа совета поменять конституцию. Мозги им надо поменять, а не конституцию нашу. Мозги. И я скажу, почему. Потому что то, что они предлагают, это очевидный рудимент колониального мышления. Они уже нам подзабыли, что Британия уже давно не колониальная держава, и колонии нет. И России, слава Богу, никогда не была колонией в Великобритании. И давать такие советы, это оскорбить самих себя. Это показать о том, что у них в мозгах еще сидит мышление прошлого или позапрошлого века. Надо с уважением относиться к партнерам. И тогда... Продолжение следует...